Доброе утро! Сегодня воскресенье, 22 мая, в студии Дмитрий Шунин и Марина Грицук. 4 и 5 июня в Гродно уже в 11 раз пройдет традиционный фестиваль национальных культур. 35 национальностей, представит свою кухню, музыку, танцы, быт и ремесло. Подробнее о программе праздника нам сегодня расскажут ведущий Иван Подрес и одна из участниц фестиваля, заместитель председателя Международного общественного объединения казахов Атамикен Эльвира Искакова. Доброе утро! Это вы сразу ответили на наш первый вопрос. Мы хотели с Мариной поинтересоваться, как это все-таки звучит на казахском. А вот сейчас вы нам скажете, давайте. Хайр Летан. Хайр Летан, Марина, браво. Хайр Летан. Хайр Летан, Дмитрий. Что-то Ваня как самоглама. А про Атамчу я оцениваю, Эльвира про Атамик, ребята говорят. Да, хорошо. Прежде чем мы поговорим о самом фестивале, давайте узнаем, что сегодня вы будете готовить. Мне тоже интересно, что мы сегодня с вами будем готовить. Мы будем готовить национально-казахское блюдо бешбармак. Это название я знаю, а никогда не представлял, как оно выглядит. Я тоже. Я думал, что это типа лошадка. Это очень хорошее, из хорошего количества мяса. Это может быть и как баранина, конина, или смесь баранина, говядина, телятина. Вот из такой смеси готовится. Даже лошадка там есть, да? Конина. Ну, у нас сегодня баранина. Да, баранина и конская колбаса домашняя. Хорошо. И тесто. Эльвира, скажите, а правда, что у хорошей казахской хозяйки на кухне всегда есть юный паш, который открывает и закрывает кастрюлю? Ну, сегодня у меня есть, да. На сегодня есть. Открывает и закрывает кастрюлю. Эльвира, ну правда, что вы сегодня доверите сделать Ивану? Эльвира, я умею солить. Солить? Я умею солить. Я могу разрезать. Это уже больше, конечно. Порезать. Порезать помидор. Все, что порезать. Давайте. Порежу все. Включить плиту можно еще. Можно. Могу. Хорошо. Шумовку протереть можешь, ложки протереть. Витя, а я думаю, что посолить умею. Оказывается, все умею. Я так понимаю, блюдо уже практически готово. Какая обработка требуется еще? На половину готово. У нас отварено уже мясо. Нам осталось только замесить тесто и раскатать. А, то есть это как-то будет в тесте все, да? Не в тесте это будет выложено тесто, и сверху выкладывается мясо. А потом все поливается соусом. И это запекается или... Нет, тесто отваривается на вот таком хорошем бульоне, который наварится там, который вот закрыл, закрыл. Ваня, ты не правильно делаешь, надо вот делать вот так, как химию учили. Открываешь, вот так на себя. Вань, ну а тебе приходилось когда-нибудь пробовать казахскую кухню? Знаешь, какие-то традиционные блюда. Да, знаю, бешбармак. Уже, да, теперь. Я считаю, что вообще эксклюзивная возможность. Не то, что попробовать, а приготовить. Детям буду потом рассказывать. Ну, серьезно, спасибо большое. Настоящие казахи никогда рецепт хорошего бешбармака не рассказывают. Тебя и пригласили на последнюю финальную стадию. У меня память плохая, я все равно не запомнил. Эльгера, а что такое бешбармак? Как это переводится? Нам интересно. Бешбармак, это, если дословно переводить, это, конечно, без, это пять, переводно на казахский количество. Бармак, это пальцы. То бишь, бешбармак, это есть своими пальцами, пятью пальцами, да, руками. То есть блюдо называется вручную по ходу дела, да? Да, кушать вручную. Тема она настолько вкусная, насыщенная, что хочется вот кушать и облизывать пальцы. Ой, нам тоже не терпится облизывать пальцы. Поэтому мы с удовольствием предлагаем вам начинать, приступать к делу. Осталось всего две недели до 11-го фестиваля национальных культур, который пройдет в Гродно. А у нас в гостях ведущий Иван Подрез и одна из участниц праздника, заместитель председателя Международного общественного объединения казахов Атамикен Эльвира Искакова. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Харлутан. Еще раз. Я думаю, что, Ваня, раз ты ведущий этого фестиваля, ты должен знать немного его историю. Да, фестиваль проводится уже в 11-й раз. Об этом мы сказали. Еще раз, не лишним будет напомнить. 11-й раз действительно очень долго. Это значит, что у фестиваля есть не только история, но и перспективы. Ну, потому что если он проводится в 11-й раз, значит, скорее всего, он будет проводиться и в 12-й, и в 13-й, и в 20-й раз. 20 лет назад фестиваль стартовал, он проводится раз в 2 года, соответственно, в этом году фестиваль отмечает 20-летие. Вы сможете представить, что действительно очень серьезное мероприятие такое, вызывающее большой интерес и у белорусов, и у представителей национальных диаспор, и у звезд белорусской эстрады, которые тоже участвуют в мероприятиях фестиваля. Как вообще родилась идея фестиваля? Это известно? Я думаю, что идея, что называется, витала в воздухе. Я не могу говорить за организаторов, конечно, в этом случае, но мне кажется, что я не совру, если предположу, что Беларусь – это страна такая многонациональная, в большом счете. Да, понятно, что белорусов огромное количество, если сравнивать с какими-то другими странами, по-моему, порядка 80% белорусов на стране живут. То есть такая достаточно, что называется, гомогенная структура общества, национального состава. Но все равно при этом все вот эти оставшиеся 20% – это огромное количество диаспор и национальностей. И люди здесь живут, люди других национальностей в Беларуси живут очень давно. Помните, из курса истории о татарах, которые уже несколько веков живут на территории Беларуси, и евреях, и представители других национальностей – казахи, конечно, украинцы, русские, поляки. Вот, поэтому и у каждого из этих народов своя история, свои традиции, своя культура, которые, конечно же, интересны белорусам. То есть все эти культуры объединяются в один фестиваль? Да, все объединяются в один фестиваль. Вот, поэтому, конечно, идея сделать что-то такое объединяющее для представителей разных национальностей, которые живут в Беларуси, она логична. И это было осуществлено, и это пользуется успехом. Очень хорошо, что фестиваль растет, потому что в этом году добавились еще национальности. Сейчас их уже 35. Вот кто из новичков? Я тоже не скажу, кто из новичков, но знаю, что спектр национальностей действительно очень большой. Эстонцы, латыши, поляки, там, по-моему, даже какие-то... Украинцы, это понятно, да? Нет, кто-то сказал, что даже нигерийцы будут. Да, и, по-моему, даже будут американцы. Да-да-да, есть США. Соединенные Штаты Америки, англичане, по-моему, там ожидаются какие-то. Австрийцы, по-моему, и видела. Да, австрийцы. Вот, наверное, все... Немцы. Немцы или немцы? Немцы, немцы. То есть Гродно превратится в некий карнавальный город, что ли? Вообще, во время фестиваля Гродно действительно становится таким центром феноменально красивого. Ирина, поделитесь впечатлением. Не первый же год Казахстан принимает участие в этом фестивале. Вот во что превращается Гродно в эти дни? Конечно, это становится очень красочно, красиво, когда со всего уголка города будет звучать национальная музыка, будут танцы, костюмы очень красивые, нарядные. Вот, действительно, есть что посмотреть в этот период. То есть идешь с девчонкой вечером по Гродно, ну что, о, казахи, пойдем на казахскую дискотеку. Вот, а татар, а там прошел метров сто, смотришь, там все бурят сидят. Следующая дискотека, и каждый раз, да, новые танцы как бы будут. Ну, не только танцы, и музыка. И музыка, причем музыка настоящая, да. И угощения, национальные блюда будут представлены, и быт, традиции, какие-то элементы ритуальные, какие-то элементы будут показаны, вот, в этом... Народное творчество прикладное. Да, народное творчество, вышиванки. Ну да, надо сказать, что Гродно, я просто хочу быть полезным, да, да. Уже нет. Хорошо, не вовремя. То есть, 4-го, 5-го иностранных гостей накормят город Гродно. Вообще, Гродно действительно превращается в эти дни в такое очень интересное именно туристическое место, поэтому я бы вот просто всем порекомендовал поехать и посмотреть. Во-первых, потому что, ну, сам по себе Гродно, да, белорусам не надо лишний раз объяснять, что это... Там говорят самые красивые девчонки. Да, я не знаю, здание точно самое, здание точно самое красивое. Я мужчина, про кого мне еще говорить? Все правильно, Дим, все правильно. Это во-первых. Во-вторых, ну, сам город, да, феноменальный. Невероятно красивый. И мне кажется, что вот иностранные туристы, которые приезжают к нам на какие-то праздники, они пока до Гродно еще так не очень сильно доезжают, что неправильно. В Минске остаются на некоторое время, да, ездят по санаториям. Брест, да, Брестская крепость, замки, а Гродно как-то пока вне этих маршрутов. Да, Гродно пока вне этих маршрутов, и это совершенно неправильно. 4-5 июня надо ехать в Гродно всем туристам, абсолютно точно, и всем белорусам. Во-первых, это сам город, и во-вторых, город этот невероятно красивый, который превращается в огромную площадку, где совершенно на любой вкус можно найти музыкальные мероприятия, спортивные мероприятия, познакомиться со всеми культурами, попробовать кухни, примерить на себя национальную одежду, поиграть на национальных музыкальных инструментах, да, на тех, которые ты, в принципе, наверное, никогда в жизни даже не видел. Ты не представляешь, как это все может звучать и как это все выглядит. Там это все под рукой. Ну, это колоссально интересно, правда. Мариночка, давай мы с тобой пока узнаем, как выключается Иван, потому что он говорит безымолку. Это утро. Вместе с нами встречают участницы 11-го фестиваля национальных культур в Гродно, заместитель председателя Международного общественного объединения казахов Атамикен Эльвира Искакова и наш коллега, ведущий Иван Подрес. Еще раз доброе утро. Хайрлотан. Удивительно веселые казахи у нас сегодня на кухне. Ребят, 20-й юбилейный фестиваль должен, ну, по идее, как мне кажется, отличаться чем-то от предыдущих фестивалей. Будет ли традиционное шествие, вот это этношествие? Да, это будет не то, что шествие, это будет огромный, такой грандиозный, очень красочный, очень яркий парад национальностей, театрализованный, моторизованный. У нас, кстати, закипел бульон. Да, передвигаем? Да, в 11 часов 4 июня, в субботу на Советской площади в Гродно начнется это шествие, будет продолжаться где-то около часа, и в 12 часов там же на Советской площади официальная церемония открытия фестиваля. Ведем я и Марина Грицук. Да. Такая неожиданная новость для тебя, Варина, только что прозвращалась. Марина как бы ничего не знает о предстоящей работе, пока. Ваня главный уже связался... Вот, Дима, это праздник, праздник души, праздник выходных, можно так сказать. Да, и вот все эти национальности, 35 диаспор будут представлены на этом шествии, действительно будет еще что-то невероятное, красочное, новое для фестиваля, потому что я так понимаю, что парады национальностей уже были, наверное, да? Шествия. Да, шествия были, да, но сейчас вы должны не просто идти махать, но и каждая национальность должна спеть какую-то песню на родном языке, и если имеется возможность, то уже и какие-то движения были. Какая-то изюминка, какая-то особенность есть в этом году? Ой, да, масса. Во-первых, да, поскольку фестиваль юбилейный, юбилейный, то 4-го же числа в час дня будет представлен фотоальбом специально созданных в 20-летию фестиваля, который называется «Летопись Республиканского фестиваля национальных культур». То есть это как история за все годы? Да, 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 очень хорошие, интересные фотографии того, как это все происходило, того, как это происходит. Будет такая интересная творческая презентация. Вера, а от казахской диаспоры, может быть, что-то вы приготовили неожиданное и особенное? Да, в этом году на 11-й фестиваль мы подготовились основательно. У нас в недавнем времени поменялся председатель. У нас стал почетный консул Республики Казахстан, стал председателем нашей казахской диаспоры. И под его главенством мы в этом году повезем артистов. Если ранее у нас был коллектив, детский коллектив «Карлагаш», данный коллектив, дети уже выросли, распался. Мы за год создали новый творческий коллектив «Салтанат». Туда и акэйны, туда и певцы, и танцоры, и художники. Но все творческие личности нашей диаспоры входят. И большим составом, где-то около 30 человек, только артистов, поедут в этом году. И примечательно еще тем, что мы повезем в этом году юрту, самую настоящую. Это будет не макет, это не будет сувенир, а это будет настоящая огромная юрта, где-то 60 квадратных метров. Двухкомнатная квартира «Казахстан»? Да, можно сказать, да, со всеми атрибутами. Ну и, конечно, вход туда будет для всех желающих свободен. Или только для ведущих. Ведущие в первую очередь могут прийти, все посмотреть, потрогать. Будут накрыты не хуже столы, чем сейчас. Сувениры, буклеты нашей продукции. Все безвозмездно, да, можно прийти попробовать, взять на память, что-то там. Сейчас, если можете их посмотреть, у нас за последние два года начали выпускать свои собственные буклеты при поддержке аппаратов, полномоченных по делам религии и национальности комитета. Это прошлогодние буклеты, они очень информативные. Все о том, как ведет деятельность диаспора наша на сегодняшний день. Там будут не только наша юрта, но предметы быта. Это будет люлька, самая настоящая детская люлька, куда пеленает новорожденного ребенка. Будут представлены номера наши, на национальных инструментах много будут номеров, танцы, песни. Ну и детское творчество. У нас очень много детей одаренных, которые хорошо и красиво рисуют. Уже не первый год мы их выставляем, отправляем на различные конкурсы. Вот их творчество будет еще представлено. И также творчество более 30 диаспор будет представлено. По поводу музыки хотел спросить. Вань, что-то, я знаю, в этом году будет интересное, даже альтернативное. Я слышал, три площадки будут задействованы. Да, будет три площадки. На Советской площади, где бы стоять, главная сцена. Собственно, там будет церемония открытия фестиваля. Марина, что ты знала, куда идти? Четвертого числа. С 11 часов мы там. На Советской площади. Очень красивое место. Старый город, костелы. Вторая площадка – это площадь Ленина, недалеко от Советской площади. Там буквально в двух кварталах, тоже очень красиво. И третья площадка – в парке. Вы спросили про альтернативный концерт. Да. Впервые будет такой полноценный, мощный альтернативный рок-н-ролльный концерт. Альтернативный рок-н-ролльный. Рок-н-ролльный, да, рок-н-ролльный. Отбор групп проводился в интернете. Насколько я знаю, победила в интернет-голосовании, может, в какой-то жюри выбирала. Победила группа One String Man из Минска. Она и сыграет на этом концерте, альтернативным рок-н-ролльным. Группа Punk Rot. Группа… Сейчас я вспомню. То есть эстральников не будет, да? Будут на отдельном концерте. Будут представлены все жанры. Даже будет этно-концерт тоже. Будет этно-концерт. Вот, наверное, Эльвира знает о нем больше. Ну и Диаспоры будут представлять свои самые лучшие номера, которые прошли на отборочном туре. Это было проходило в октябре-ноябре. В каких-то городах чуть раньше началось. В Минске это было где-то в октябре, в конце октября. Вот. Синомера, которые прошли на отборочном туре, они будут представлены вот на этом концерте. У нас есть отделение. Открылось отделение в Гродно со своим коллективом. Отделение от Салтаната, творческого коллектива, вот со своими танцорами они также будут представлять. Ну, более подробно о фестивале мы поговорим чуть позже. Дадим время нашим гостям хоть немножко все-таки приготовить задуманное. 4 и 5 июня в Гродно уже в 11 раз пройдет традиционный фестиваль национальных культур. И сегодня у нас в гостях ведущий Иван Подрез и одна из участниц праздника, заместитель председателя Международного общественного объединения казахов Атамикен, Эльвира Искакова. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Баня взял на себя роль дирижера. Так, я смотрю, мы финалимся здесь на кухне, да? Да, можем. На подходе. Нам осталось только сварить тесто, сделать подлив. Подлив делается из бульона и лука. Рассказывайте, это еще дорежем пока. Можете заправить немножко перцем туда. То есть я уже, я не знаю, прям как на иголках мальчика сижу, я первый раз попробую. Давайте, чтобы отвлечься немножко от итога Бешбармака, мы поговорим о фестивале. Чуть-чуть подробнее о программе. Когда лучше приехать в Гродно? Куда сходить и что посмотреть, Вань? Фестиваль начинается 4 июня. В 11 часов театрализованное шествие национальностей, парад национальности. В 12 часов официальная церемония открытия фестиваля. И в 13 же на второй площадке, на площади Ленина, парад и церемония открытия на Советской площади. В час на площади Ленина концерт этномузыки. Вот на музыке, на настоящих музыкальных инструментах, настоящие аутентичные костюмы, номера, песни, танцы. Все настоящее. Все, как это было, происходило на протяжении столетий. Вань, имея в виду эту информацию, что вы с Мариной ведущей, телеканал ОНТ будет освещать это событие культурное? Конечно. Постоянно будут вестись прямые репортажи, включения. Это будет освещаться в новостях. Это будет освещаться вне новостей, в течение всего дня. Что происходит, где происходит, как происходит. Чем вам еще помочь? Можете дорезать. А небольшой концерт вечером? Еще четвертого же числа сольный концерт группы «Нави». Замечательные молодые ребята. Я думаю, многие знают наши зрители, их знакомы с ними. Белорусская язычная, такие качественные, хорошие, искренние музыканты. Да, еще не все концерты. Четвертого же числа сольный концерт ансамбля «Беседа». А четвертого вечера огромный концерт, который будет завершен фейерверком. Концерт звезд белорусской популярной музыки. В чем его особенность? В том, что звезды наши будут петь не только хиты, свои собственные, но и песни на малознакомых языках. Свои же песни? Например? Нет, ну, например, Алена Ланская споет на татарском. Алексей Гросс споет на эстонском. Эстонскую песню или свою на эстонском? Эстонскую песню. А, эстонскую. Группа «Лас Вега» собирается петь на латышском, насколько я помню. А, например, да, давайте. Виталий Карпанов споет песню на молдавском языке. И таких фишечек, таких каких-то интересных моментов в концерте будет очень много. Действительно будет чудесное шоу, которое, еще раз говорю, завершится фейерверком. 4-го же числа. Но в эфире телеканала ОНТ концерт будет 5-го числа. А 5-го же числа в Гродно пройдет сольный концерт группы «Джей Морс» и оркестр под управлением Михаила Яковлевича Финдберга. Спортивные площадки тоже обустроены для того, чтобы проводились спортивные состязания, которые тоже будут не простые, а вот именно национальные какие-то игры тех народов, которые проживают у нас в Беларуси. Да, 4-го числа в парке будут такие национальные спортивные забавы. Забавы их можно назвать, да? Да, национальные спортивные забавы. Каждый может поучаствовать, приехать, затем очень советую приезжать с детьми. Я думаю, что детям там будет просто невероятно интересно. Ну и национальные подворья, о которых Эльвира нам уже немного рассказала. Да, но это еще не все в спортивных мероприятиях. А 5-го числа на стадионе Неман будут проводиться интернациональные молодежные соревнования. Там все серьезно. Тоже спортивные. Да, спортивные. Ваня, есть такая, знаешь, особенность кухни казахской. Когда кипит бульон, мужчины молчат и руками не машут. Эльвира, скажите, пожалуйста, давайте мы немножко от фестиваля отойдем к вам. А каким образом вы оказались в Беларуси? Как вас занесло? Украли, может, вас там, не знаю. Подобрали воле вы здесь находитесь? По старым казахским обучим, да? Да и сколько вы уже живете в нашей стране? Я в Беларуси уже с 10-й год. У меня муж белорус. У нас двое детей, двое девочек. Вот. Вот так меня занесло. Как Казахстан проявляется у вас дома? Казахстан, конечно, у нас в первую очередь блюдо. На кухне? Да, на кухне. Да, национальное блюдо, которое уже очень сильно излюбил мой муж. И знает все-все-все наизусть и постоянно просит. Эльвира, я хотелось бы побольше узнать о самой диаспоре казахов. Какая численность? И какие у вас мероприятия проходят? Ведь вы же не только занимаетесь тем, что готовитесь к фестивалю национальных культур. Да, фестиваль у нас один раз в два года, поэтому у нас есть время и на передышки, и на другие мероприятия. У нас ежегодно проводится свой праздник национальный. Это Наурыз, Восточный Новый год. Проводим, собираем всех желающих. Обязательно члены с семьями приходят, где проходят и танцы, и национальное блюдо готовится. Сколько казахов живет в Беларуси приблизительно? Приблизительно это где-то около, больше тысячи, где-то под полторы тысячи казахов. Это очень здорово, что вы не растворяетесь в нашей культуре белорусской, а все-таки поддерживаете свои традиции и обычаи. Через две недели в Гродно пройдет уже 11-й фестиваль национальных культур. Сегодня у нас в гостях ведущий Иван Подрез и одна из участниц праздника, заместитель председателя Международного общественного объединения казахов Атамикен, Эльвира Искакова. Еще раз доброе утро. Доброе. Доброе. Как мы ждали этого момента. Всю программу мы говорили о фестивале, и, наверное, целого утра не хватит, чтобы рассказать подробно о программе фестиваля. Ильвира, хочется узнать, готовы ли блюда, и вот я смотрю, что кроме бешбармака, которого мы ждали все это утро, что вот это за национальные казахские блюда вы, кроме бешбармака, нам принесли? Я хочу представить вам еще одно из популярнейших блюд среди казахов, это баурсак. Это мои любимые блюда моих дочерей, да, они с большим удовольствием уплетают каждые выходные. Ремшек, это между сыром и творогом, оно готовится очень долго, даже доходит до того, что до 12 часов он уваривается, и сладкий вкус за счет лактозы, которая в варистом состоянии, но еще слаще становится. То есть такой сладкий творог, да? Да, сладкий творог. Но это без сахара, это лактоза так выделяется. Вот казахи принимали, да. Следующее блюдо это курт. Курт? Курт. Курт. Да, можно курт сказать, но не переводится никак. Просто курт. Да, это кисломолочный продукт, его высушивают, и он очень долго хранится, его можно брать в путь с собой. Это тоже что-то наподобие сыра? Да, наподобие творога, усушенного творога, но тут, если это уваривается, и оно становится сладким, а это высушивается, и добавляется немножко соли, и оно за счет этого сохраняется надолго. В общем, в поясе вместо курочки в фольге лучше брать курт. Да. Может кто-то шарики ест? Казахи. Ваня, ну попробуй уже, солененькое или сладенькое? Ммм, солененькое. Ммм, солененькое, солененькое, это очень соленое. Вкуснее, чем курочка в фольге, в поясе. Судя по хрусту, можно было спросить, задать Ивану вопрос, Иван, помнишь, у тебя были зубы? Не-не, все нормально, вкусно, очень вкусно. Я думаю, что нам тоже можно попробовать уже. Может спросим сначала, а то ты сама принимаешь решение. Я хочу попробовать наше основное блюдо, бешбармаха, оно же полностью готово. С большим удовольствием, Дима. А вы плезир, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Эльвира, как это все кушать? Да. Можете наложить себе, кто сколько хочет, и можно... Ну все поправил руками, правильно? А мы можем сейчас цивилизованным... Пожалуйста, мне можно не кладать, можно наваливать. Я хочу отметить, что вот здесь в пиалочках бульон, это нужно запивать. Да, запивается вот все блюдо, тесто. Это наваристый бульон, вот после того, как у нас, после баранины и конины, вот он считается очень полезным, потому что там столько витаминов. Очень похоже на пельменик, ну вот по запаху. Мне не так много, пожалуйста, как Дмитрию. Как бульончик? Бульон очень... Долса? Бульон оправдал ожидания, надежды. Баранина чувствуется. Все, наверное, с меня... Можем приступать, или нет еще? Ты же приступил. Спасибо огромное. Второй раз в жизни им баранина. Можно кушать руками, оно же все выскальзывает. Ну вот из лавнина у нас только, да, приловчились, что могут есть руками. Нет, Мариночка, такие блюда надо есть в халате. Специальный халат для бешбармака. Кушаешь, капает, выкил руки, да. Поел бешбармак, снял халат. Это очень вкусно. Астарус дам де волсон. Уйти дам де. Я сказала, приятного аппетита. А я сказал, очень вкусно. Молодец. Ваня, казах по ситуации. Ну а нам остается напомнить, дорогие телезрители, рецепт этого замечательного казахского блюда. Бешбармак. Мясо варить в подсоленной воде около двух часов. Яйцо разбить, добавить в муку, воду, посолить и замесить тесто. Затем накрыть и дать ему отдохнуть около получаса. После чего размять и раскатать. Разрезать тесто на крупные ромбики и отварить в оставшемся мясном бульоне. Верхний слой бульона перелить в другую кастрюлю. Высыпать туда нарезанные помидоры, репчатый лук и тушить на небольшом огне. Получившейся подливой залить тесто и сверху выложить мясо. Приятного аппетита! Эльвира, несмотря на то, что вы пришли с этим прожорливым Иваном вместе, я сейчас обращаюсь к вам. Знаете, в нашей программе есть такая специальная опция для хороших, приличных, интеллигентных людей. Не все к нам приходят такие, но вот для вас мы специально приготовили нашу фишечку фирменную. У вас есть возможность что-нибудь сказать вот прям в камеру своим казахским друзьям там или, ну, или. Или всем. Или всем, да. Уважаемые зрители, приглашаем вас посетить наше подворье. Будьте нашими гостями. Друзья, еще раз напоминаем, 4 и 5 июня весь город Гродно, наш старый, средневековый, любимый белорусский город Гродно, превратится в настоящий фестиваль национальных культур. Будет очень здорово, масса концертов, живой музыки, национальной музыки, одежда, кухня, музыкальные инструменты, более 35 национальностей. Все там. Очень интересно, великолепный фестиваль. Идеальный способ для того, чтобы ваше лето сортовало удачно. 4 и 5 июня в Гродно будем всех ждать. С Мариной тоже, кстати. Вот Илья рассказал то же самое по-казахски, но гораздо короче, Ваня, я не знаю. Да, извините. Что ж, все это утро вместе с вами готовили, угощали Иван Подрес и представительница казахской диаспоры Эльвира Искакова. Ну а для вас все утро работали и кушали на этой кухне Марин Грицук. И Дмитрий Шунин. Приятного аппетита. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова